здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров в харькове 3 часа 23 минуты 19 04 2017 года данный ролик будет являться огромным итогом большой проделанной работы информация которая будет в нем озвучена поразит даже тех кто уже спокойно воспринимает наше сотовое мироустройство вы спросите почему же я год назад не озвучил подобную информацию предполагаю что если бы я начал бы заходить в медийное пространство именно с этой двери возможно бы информация так осталось бы неизвестным все было сделано для того чтобы когда выйдет этот ролик его смогли посмотреть сразу тысячи человек практически год назад я выложил в интернет свой первый ролик который назывался какая же земля в реале в этом ролике я поделился нашим истинным мироустройством сейчас уже около 8 утра в харькове 25 04 2016 а теперь делаем дух поглубже наша планета сотни тысяч раз больше чем мы это себе можем представить да наша планета шарообразная но территорию просто неимоверная на этой территории находятся сотни тысячи земель которые как правило опоясаны ледяным кругом если посмотреть на нашу планету из космоса то это будет выглядеть как пчелиные сотни то есть в каждой такой соте находятся земли прошел год и интерес моим знаниям правильнее сказать к нашим знаниям не был утрачен а наоборот возрос десятки то и в сотни раз возможно и в тысячи дам нам ролики я покажу вам истинную карту нашего мира настройтесь пожалуйста на максимально серьезный лад сосредоточьтесь так как информация которая пойдет далее поразит даже самые одаренные умы нашей соты и так начнем первонаперво я хотел бы напомнить вам а нацистской экспедиции которая была сороковые годы мы часто слышали эту легенду как на подводных лодках представители нацистской германии отправились в неизведанные земли и судя по этим картам им удалось достичь цели любой маломальский специалист картограф инженер механик без особого труда поймет что это является настоящей документации карты датированы 1943 годом но к ним мы вернемся немножко позже а пока давайте просто отложим их временно полочку и обратим внимание на карту которая на самом деле не является картой плоской земли это карта азимутальной проекции здесь мы с вами подходим к очень важному моменту америки и северной и южной так называемых континентов не существует их нам нарисовали для чего то потому что нужно было чем-то заполнить пространство и придумать лживую науку чтобы объяснить те или иные моменты нам придумали большое количество водных просторов а на самом деле суши заполнено значительно больше пространство нежели мы могли себе это уявить а теперь давайте уважаемый слушатель и зритель вместе посмотрим на карту нашего мира и Субтитры подогнал «Симон» Да, да, именно так, именно так, уважаемый слушатель и зритель, выглядит наша сота, наша ячейка, место там, где мы живем. Те, кто изучал мои ролики, возможно, скажут, постой, ведь было ранее сказано, что эти земли находятся в других сотах. Если мы даже изучим предыдущие мои труды, максимум, к чему мы придем, что я обозначал данные материки в соседних ячейках, но всегда утверждал, что они находятся рядом с ними. Необходимо нужно было выждать время, чтобы как можно больше людей с выходом этого ролика узнали данную информацию. Земли существуют, и в них можно попасть на физическом уровне, с такой же легкостью, как мы попадаем на близлежащие острова. Титаник не тонул, он благополучно достиг соседних земель, и пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках прогибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог», рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санникова» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. На самом деле примеров, подтверждающие, что земли рядом значительно больше. Любой, кто обладает хорошим транспортным средством, может без особого труда достичь этих континентов. Можно по воде, можно по воздуху, но можно и в обход. Так как наши вымышленные континенты Австралия и Африка ограничат с Антарктическим кругом, а тех, кто не сталкивался с важной информацией, Антарктида это не лед. Антарктида это камень и песок может спокойно по внутреннему кругу достичь тех или иных земель. Все на физическом уровне. И теперь мы подходим к одному и самому важному открытию в истории человечества за последние 200 лет. Гиперборея существует. Гиперборея никуда не исчезала. Не под силу оккупантам уничтожить священное место нашей соты. В центре по-прежнему находится гора Меру. По-прежнему находится ясень Индрасиль. Или в других сказаниях дерево Джамба Двипы. Туда птицы ежегодно улетают, чтобы гнездиться в это волшебное место. Живое место, оздоровительное место. Простому человеку туда не пройти. Там действительно при приближении к самому центру может быть очень сильный мороз. На этом пожалуй все. Теперь мы с вами уважаемые слушатели и зрители знаем, почему северное сияние существует именно на Северном полюсе. Почему многие исследователи современные тщетно пытаются понять устройство нашей земли. не могут понять, потому что не знают. А правильные уже не знали, как же выглядит наша планета на самом деле. На Сим разрешите откланяться. Продолжение, дополнение и пояснение будут в дальнейших роликах. А с вами по-прежнему Вячеслав Кокляров. Спасибо огромное, что слушали меня, слышали. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо вам за ваше ко мне внимание. Будь добрым. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам за просмотр! Спасибо вам за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok